Вы смотрите Кунгурское телевидение, программа «Город новостей». Я Татьяна Андреева, здравствуйте. В начале выпуска о ремонте подвесного моста в нижней части города. Подрядчик планирует закончить работу на следующей неделе. Люди тем временем продолжают ходить по реке, преодолевая крутые склоны. Пройти безопасно по которым удается не всем. Наш корреспондент встретился с женщиной, которая серьезно травмировалась, пытаясь перейти с одного берега на другой. В канун Старого Нового Года пенсионер Зоя Пермикина напекла пирогов и отправилась в гости к правнукам. Но вместо этого оказалась на больничной койке. На прошлой неделе женщине сделали операцию. Говорит, сейчас в колене у нее стоят металлические пластины. Травмировалась, когда переходила реку по льду, рядом с подвесным мостом. Начала спускаться. Весенок. Ну были там такие. Шла передо мной женщина. Говорит, ветка хроснула. А я уже лежу и говорю, у меня нога стронулась. Сейчас на спуске к реке в снегу вырублены ступени. Люди помоложе без каких-либо усилий преодолевают склон. Пенсионеры не спешат. Придерживаясь заветки, с перерывами встают с одной ступени на другую. Сейчас более-менее лестница. Но все равно плохо. Для бабушек плохо. А так лестница есть. Все-таки продолбили. Я видел, там дворник работал какой-то. Для того, чтобы старики могли чувствовать себя более безопасно и знать, что о них заботятся, необходимы перила, деревянные ступени и освещение. Но этого, по-видимому, здесь не будет до конца ремонта моста. По словам начальника управления городского хозяйства Сергея Заварохина, ледовой переправы на время ремонтных работ предусмотрено не было. А значит, ближайшее место, где можно перейти через реку, это Сылвинский мост по улице Гагарина. Понятно, что люди в целях экономии времени и сил идут все же по реке, как это сделала и Зоя Пермикина. И сейчас, в свои 61, она на больничной койке. Марат Борисов, Алексей Долгоруков, Михаил Бабушкин, телекомпания «Кунгур». Марат Борисов, Алексей Долгоруков, Михаил Бабушкин, телекомпания «Кунгур».